МИР КЛАССИКИ ВООД СОЛЬСИКИ МИР КЛАССИКИ МИР КЛАССИКИ НОВАІНОПОЛЬНО я работаю уже пять лет конечно если вспомнить очень интересное время было наш балет не похож на другие это современный балет мы учимся танцевать заново практически можно так сказать я никогда себе не видела балериной я даже об этом как-то и не думала астана балет театр молодой современный храм искусств он один из лучших балетных коллективов искусственно соединяет классические традиции и новейшие тенденции народной и современной хореографии тем самым создавая уникальный образ и стиль наша театральная труппа астана балет она очень молода она создана с 2012 года и ее направление было сразу избрана как создание современной национальной хореографии строительство здания театра началось в мае 2015 года общая площадь составила 15 тысяч пятьсот квадратных метров строительстве было задействовано около 400 специалистов в новом здании коллектив разместился феврале 2017 года сейчас мы находимся в фойе фойе и зрительный зал у нас отличаются сдержанная сила конечность все гармонично и функционально сейчас мы с вами прошли на второй этаж здесь у нас находится зрительный зал это сердце нашего театра зрительный зал состоит у нас из нескольких секторов это балкон 1 и балкон 2 здание и его интерьер оформлены в современном стиле простота и изящество архитектурного облика величественные колонны благоустроенная площадка при входе все это покоряет и производит неизгладимое впечатление можно с уверенностью сказать что астана балет не уступает лучшим мировым театральным сценам театр он универсальный здесь можно выступать всем и оперы ставить и драматические спектакли и музыкально-концертные коллективы балетные трупы народные танцевальные коллективы на все жанры и даже мюзиклы может ставить тоже это вполне по нашим силам столичный театр астана балет расположен рядом с казахской национальной академии хореографии вместимость зрительного зала рассчитана на 800 мест по задумке дизайнеров сцена украшает занавес золотисто-коричневого цвета а кресло в зрительном зале отличает шафрановая обивка музыка здание театра она является на частью уникального комплекса академии национальной хореографии таких аналогов у нас в общем-то в мире почти нет единственно можно только сравниться с академии национального танца и хореографии в пекине и тоже такой же комплекс на подобие имеет театр оснащен просторными репетиционными залами перед выходом на сцену артисты приводят себя в порядок в светлых и удобных гримерных а уникальные вещи изготовленные бутафорском и швейном цехах служат настоящим украшением хореографических постановок артисты театра совершенстве овладели не только приемами классического балета но и освоили современные танцевальные направления в этом году на суд зрителей будут представлены сразу шесть премьер среди них постановки в стиле модерн и неоклассика у нас казахстане это это современная хореография она не была развита до такой степени чтобы мы могли ее перенимать и работать в этом проблеме поэтому нам потребовалось и до сегодняшнего дня мы привлекаем лучших специалистов в этом направлении а и а и 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 артист балета во первых должен обладать открытым восприятием мира потому что мы не делаем только классический балет у нас и модерн неоклассицизм постановки силовые актерские сегодняшний артист балета должен быть разносторонним и открытым к новым идеям и быть готовым станцевать от квазимода до принца это рекарде амаранте выпускник английской национальной балетной школы работал в престижных театрах Европы свой опыт и знания хореограф постановщик теперь передает коллективу астана балет репертуар столичного театра пополнился яркими постановками мастера. Репертуар Астана-балет на высшем уровне. Мы приглашаем самых топовых хореографов мира. В этом сезоне мы приглашали всемирно известного хореографа Джорджа Баланчина и ставили одноактный бессюжетный балет. Первый балет, поставленный им в Америке, признанный шедевр неоклассицизма. Каждый балет сложный. У каждой постановки свои нюансы. Сынокеров заранее приходит, вместе обсуждаем, говорит, что возможно, а что нет. Бывают и легкие постановки. Это мы делаем с помощью пианино и света. Месяц назад мы ставили вальпургиевую ночь. Вот это было сложно. Много декораций, компьютерные эффекты. Люди тут летали. Валпургиевая ночь, которая была полностью другая, много декораций, много компьютерных эффектов, много людей лет, и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень понравилось само здание, структура. То есть сцена очень много себе может позволить технически. Условия для работы артистов, то есть залы, раздевалки, гримерки, здравоохранение, медицинская помощь. Все это на высоком уровне. Это сцена театра «Астана-балет». Ее площадь более 500 метров. Для трансформации сцены использованы новейшие технологии. Подвижные и подъемно-опускные механизмы. Благодаря таким техническим возможностям на сцене театра можно ставить спектакли с самой сложной сценографией. Сейчас мы находимся в трюме сцены. Это у нас машинное отделение, где находится система «Спиролифт». Это наши четыре подъемно-опускных площадки, которые позволяют нам трансформировать сцену. То есть мы можем выставить сцену лесенкой для создания различных эффектов, например, для концерта с оркестром. Либо создать какую-то декорацию по замыслу художника. В Казахстане не так много театров, использующих технологию «Спиролифт». Его главная особенность заключается в том, что он способен поднять груз весом до 30 тонн. На «Вальпургиеву ночь» мы использовали в основном верхнюю машинелью. То есть для нее специально были изготовлены полетные устройства. На сцене работало четыре ручных полетных устройства и одно электронное. То есть управлялось оно с пульта управления. Там были летающие персонажи и летающая декорация колесница, что очень разнообразило саму постановку и действительно восхищение вызвало у зрителей. В данной постановке можно увидеть разные декорации. К примеру, одно из уникальных творений театральных мастеров – вот этот удивительный трон. КОНЕЦ Балет, он интересный вообще. Здесь вот мягкие декорации, они очень интересны для художника. Горизонт, фантазия открывается. Здесь не просто вырезать, приклеить, сколотить и так далее. А когда есть какие-то моменты, где можно свое что-то добавить, это интересный наборок, людям становится. КОНЕЦ У них разные религии, языки, культуры, но объединяет артистов одно – любовь к балету. Балет для меня – жизнь, страсть. Артист балета должен болеть этим делом. У него должна быть внутренняя страсть к балету. Мы работаем шесть дней в неделю, а иногда даже семь. Этим я занимаюсь с детства. Я не могу представить себя в другом амблуа. Балет в Казахстане на хорошем уровне. Есть хорошая база. Чувствуется влияние бывшей советской культуры. Здесь работают талантливые молодые ребята. Я думаю, будущее казахского балета – большое. В театре «Астана балет» работает более 50 артистов. Изначально коллектив состоял только из девушек. Позже балетная труппа пополнилась и мужским составом. Среди артистов театра нет случайных людей. Каждый из них прошел жесткий отбор. Есть и те, кто получил образование и приобрел неоценимый опыт за рубежом. Я никогда себя не видела балериной. Я даже об этом как-то и не думала. Просто, ну, как-то, само собой, в течение, наверное, в течение обучения я почувствовала, что действительно мне это нравится. А вначале, как бы, об этом... Ну, мы же маленькие, мы же об этом как-то не задумываемся. Потом, когда, конечно, работать начала в театре, это уже более осознанно. Потом я уехала во Францию, 7 лет работала там, работала зарубежными хореографами. То есть настолько все было интересно. Театр тесно сотрудничает с ведущими специалистами из разных стран мира. Недавно в Астану был приглашен известный хореограф из Аргентины Рубен Тиранова. Сейчас он готовит новую постановку. Вдохновение для номера балета приходит из красок жизни. Это о свете и тени, о счастливых и несчастных моментах жизни. Контраст цвета, эмоции, также мечты и реалия. Когда я увидел город, архитектуру, дизайн, все цвета города, я решил все совместить в балете. То, чем я занимаюсь и что я передаю, это фьюжн разного жанра. Фьюжн четырех похожих, но таких разных направлений. Все направления модерна пришли из классического балета. Я хочу передать танцорам все навыки различного жанра. Без навыков классического балета ничего невозможно. Существуют разные техники классического танца. Одна из них – фуете. Сложная и в то же время красивая фигура. При ее выполнении балерина поднимает ногу до 45-90 градусов и вращается на одном месте в быстром темпе. Такой техникой в совершенстве владела итальянская балерина Пьерина Линьяни. Она исполнила 32 фуете, установив тем самым рекорд в мире балета. Если девушки в основном увлекаются фуете, то одна из серьезных техник, исполняемых мужчинами – прыжки в высоту. Их еще называют «ЖТ-портер». Эту технику можно совершенствовать. К примеру, попробовать исполнить два прыжка с одним вращением. Балет – искусство, требующее полной самоотдачи и непрерывного труда. На подготовку двухчасового спектакля или трехминутного номера требуется несколько месяцев. Но артисты говорят – сцена – магическое место, где болезни проходят, а проблемы забываются. Надо каждый раз перестраиваться. То есть надо менять тело, то есть пластику тела. Если в классическом балете все более эстетично, то по канонам классического хореографического искусства, то в других балетах нужно именно отпускать тело на волю и давать больше пластики телу. Однако вся нагрузка приходится на ноги. Пуанты – незаменимая вещь для артистов балета. С помощью этой обуви балерина может исполнять разные движения классического танца. В течение одного спектакля она может менять туфли до трех раз. Поэтому спрос на пуанты довольно высок. Некоторые театральные мастерские сами изготавливают обувь. Однако в основном пуанты доставляются спецзаказом из-за границы. Артист балета может быть очень хорошо сложен, с отменной техникой. Но если он не умеет коммуницировать с аудиторией, не может рассказать главный посыл танца, значит у него нет души. Нам, хореографам, нужны лишь первые 10 секунд, чтобы понять, может этот танцор или нет. По поводу артистов астана-балета, они все талантливые, красивые. Но я отметил бы Татьяну Тен особенно. Все в ней. Она упорно трудится, чтобы быть лучшей в своем деле. Не случайно в разговоре специалист отметил Татьяну. Она заслуженно является примой театра. Около 7 лет Татьяна Тен посвятила работе в Национальном театре оперы и балета имени Куляш-Пайсиитовой. Ведущая солистка прошла стажировку в знаменитом театре Ла Скала и работала в балете «Де Капитоль» во Франции. Любую роль, когда ты танцуешь какую-то определенную роль в балете, ты пропускаешь ее через себя. То есть ты сравниваешь ее с моментами, с которыми ты сталкивался в жизни. То есть это очень помогает. Получается, ты свою жизнь переносишь на сцену. Коллектив театра выступал с гастролями не только в Казахстане, но и во многих странах Европы и Азии. Пекин, Париж, Токио, Сеул и Нью-Йорк. Жители этих городов встречали выступления казахстанских артистов бурными овациями. Во время заграничных гастролей наши народные танцы производят огромное впечатление на зрителей. А когда видят современные хореографические постановки, и вовсе приходят в восторг. Казахстанский народ очень разносторонний. Казахстанский народ очень разносторонний. За короткое время театр «Астана-балет» сумел добиться впечатляющих результатов. Сегодня в его репертуаре более десяти постановок, одноактных балетов, немало хореографических миниатюр и различных вариаций. Первая постановка столичного театра – балет «Дайвер Сити», в котором были представлены сложные элементы неоклассики. Благодаря ярким образом и эффектному сценическому действу зрители смогли погрузиться в удивительный мир балета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый стиль, динамика и современные образы – все это «Астана-балет». Молодые и талантливые артисты готовы экспериментировать, покорять новые вершины и радовать зрителей яркими постановками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА